ребята привет с вами игнат я сегодня с артемом мы идем мы идем ребята из коктебеля вот он мыс хамелеон над коктебелем смотрите вы видели во во влоге не тот кто подписан на влоговый канал что мы вот тут вот обедали в тихой бухте и блин какая красота как раз мы подошли к беседкам и пошел сильный дождь и в это время мы кушали беседка у нас было смотрите плюс-минус вот такая не плюс-минус такая была прошлом ролике я вам показывал я подошел палаточником узнал здесь можно бесплатно поставить палатку если вы без машины вообще никаких вопросов никаких проблем не будет и вот с таким офигенским видом вы будете отдыхать но мы идем на орджоникидзе наш поход продолжается надеюсь дождя больше не будет смотрите даже площадка есть то есть вы ставите палатку помимо того что у вас такой вид а палаточные городки вон они я сейчас предыдущем ролике просто мы прошли не может кто-то тот предыдущий ролик не видел поэтому я вам покажу и в этом ролике вот у вас снизу видите палатки стоят вот 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 песчаный пляж чистая вода потому что это тихая бухта не как ты бель но как ты бели давайте будем честно все знают его репутацию по воде и помимо того что бесплатно поставили палатку и вас еще и тут спортзал под открытым небом с таким-то видом капец кайф обалдеть она силовых еще даже эту сделали крышу прикольно он тоже палатки что зря я сюда иду до в берега пойдем ты бельски вон эти пиратские корабли план и даже сюда а пиратские корабли сюда наверно увозят на пляже да блин я так сегодня утром обжал и я думал там один пиратский оказывается там их много пиратских но их много это алые паруса типа я думал это пираты перекате поля сетку натянуть наверно можно сюда двигаться ты босиком будешь я тоже у чих-то детей очень большая песочница слышу говорю у чих-то детей очень большая песочница ну-ка сейчас заодно море затестим говорят что прям все ну блин нет чё врут-то теплое море говорит оно ледяное прям ледяное ну не ледяное ну скажем так уже никакую ну такую воду теплой не назовешь северного ледовитого блин как классно тут тем надо сюда с палаткой прийти прямо на на сутки мне тут нравится все почему а потом а мы по морю сейчас пойдем а и а покуда мы по и будем типа в рот но я имею ввиду не по пояс серьезно так-то ребята сентябрь месяц я конечно это выложу намного позже но в питере уже там 12 10 11 градусов а мы по морю идем капец ребята какая чернота там сзади страшно прям страшно красиво ах ты сейчас то что вот так песок вот так дырки образуются на нем смотри когда вода уходит а вот это да но то что он связал с лежавшийся наверно сейчас я это все разрушил мне это не нравится мне дырки не люблю я это же как-то называется боязнь дырок trip to trip to какая-то фобия что ли капец какие тут виды артём говорит здесь сейчас тоже начинается два нудистских пляжа ну да реально там то я говорю в коктебеле мало что ли там то точно же галичным а здесь песчаный кто-то романтик слушай севастополе недавно в этом в любимовке сошла под доставали туристку видел его тут тоже палатка прям так рядом стоит там на фото было видно видишь здесь нависает чуть-чуть и там тоже прям сильно видно что нависала от солнца прятать допрятали не такое место под палатку не очень слушая палатка смотри какая огонь прям вот она как раз тамбур очкам класс грохочет гром ты слышал грохочет сейчас не кольца футбеллили грохочет что-то делать он этот четырехугольный я думал чернота про но нам вот это вот все пройти в принципе это марджи кидзе да я хочу мы поели уже все ничего страшного нету дорога не сложно так и честно три от атома чё и дети саприн по ровнению ты меня плохо знаешь это вверхом пакетом да там тем он говорит что на это на вот это место посягается уже были а там голы вот тут вот говорит хотели бы были случаи что вот тут гольф-клуб а вот это все хотят закрыть типа чтоб сохранить а в гольф-клубе чтобы они развлекались а типа гольф-клуб сохранит вот это вот все впервозданно такое конечно на хрена нам их гольф-клубы нужны да смотрите прям видно что это вулканическое черное такое в перемешку это горелый песок наверно да магма застыше дня вот это вот красная красная она же была раскаленная а капец классно артем говорит в январе месяце вот здесь наверху чё там цветочки какие-то как ты говоришь крокусы цветут представляете конец февраля надо мне приехать сюда конец февраля подняться туда посмотреть крокусы цветущие ребята гляньте какое ущелице класс и геть вот палаточники были в принципе то что оставляют пятилитровки с камнями я ничего в этом не вижу потому что мусора не забирает а пятилитровки потом следующие используют да это же палатку натягивать дура пьет воду убегает от нас она что-то есть она что-то есть этого трапа выбросила мы спасли крабу жизнь так кажется я вижу где нам вброд надо лезть так тема говорит что вот тут он шел совсем недавно и еще шел по берегу это все баллы только что произошли капец как пугает мы когда сейчас сидели в лагере я говорю но дождь только прошел я говорю а если дочь пойдет артем гортуда здесь палатка ну в принципе да пашни какие пласты прям слетает и пункты все бываю или нет вот от живой один а там она может быть не нет никого уже ты вот смотри какие пласты то отлетает прям огромный вот они ребята новое обрушение скалы перемешку со всем вот этим лап песком песок да это ты как вот блин я на на скользко пошел хочу это стекла он тут она собирал песок черный этот от лавы скалы и вот это вот все крошится но это от погоды это вот это явно нет людей этот погоды блин от времени но все делается смотрите какие огромные тоже живот они свалили сюда в море красота кстати тема вот над нами как раз висит огромный камень видишь наверно рано или поздно тряханет и он уйдет а вот это было артем ну а вот это вот завал до но за это этого не помнишь да с корабля наверно принесло сюда бутылку от доместоса мусор выкидывает море или из корабля где-то выкинули сюда и принесло я не думаю что кто-то сюда на побережье не сдам и стас а ты посмотри чё там как-то бели его не видно вообще там льет как таракалы не боишься вроде джи смейк набить от а ты привернулся а сейчас станет защищает найдите никто вас не тронет испугались тут уже места начались мне надо по морю но по камням а нет не по всем скользкие камни есть не очень есть нормальный кто-то обрадовал дождик уже нас настигает там очень хорошая новость и блин да он вроде уже даже потихоньку начинается хоть бы не было по колено почти таким путем но я в принципе дар джиньки за всего лишь один раз это на машине приезжал таким путем я точно туда я думаю мало кто туда добирался таким путем только местный ну и исключительные ценители крым конечно же я не говорю что я один такой ну исключительный ценитель тут вон какой обвал завал снова ворот идем так в принципе над нами еще небо более-менее светлое море ворот мне еще переходить не переходить не приходилось посты камень так я наверное лучше по берегу а тут есть вероятность долбануться и намочить весь рюкзак у меня там и камера дорогая и квадрик не очень дорогой на дорогой так ребят мы вверх не знаю как сейчас буду убирать камеру помогать артему что-то разгружать его ничего мне артем не дал так что я по-прежнему снимаю оба 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 блин маленько дождик то идет по тихому ничку я уже не хочу прыгать даже маленькая высота прыгания на камни с тяжелым рюкзаком это прям такое себе удовольствие уже не прыгаю я уже а я хожу я бы вообще с удовольствием уже красочей делал сейчас подойдем к воде сполоснуть ноги одеть кроссовки все ребята прошли на этот завод ой капец он конечно большой и острые камни теперь бонусом за острые камни немножко по морю пойти либо туда либо отсюда вот а это что же мыс наверно какой-то да в общем ребята вот мы видите вот эту вот эту мыс которую спереди то есть сколько нырков там на камне сидит сейчас мы его тоже ну кажется что далеко а на самом деле в принципе все это далеко казалось а теперь уже как-то бель далеко кажется вот это вот все мы вдоль берега прошли ну там за исключением по верху мы прошли только этот хамелеон капец сколько нырков здесь усели все такие сидят блин здесь наверно лучше по воде вроде камни не крупным встретились на группа из арджоникидзе вы из арджоникидзе едете да классно большая группа здравствуйте как собачка нормально переносит тяга похода тут большую прям хороший душ уже пошел это не артем наверное же просто с проводником идут вообще не подготовленные наверное поэтому еле лезут тут в принципе такой походу и готовится не надо хотя вот где в брод мы с тобой шли они что же наверно там в брод пойдут чё они уже проходили тоже а тут сейчас больше будет брод самое интересное ребят когда я выходил мне илья говорил бери зонтик я думал зачем он мне в принципе вот сейчас бы он а зато бы как удивлялись да кто навстречу идет за антон туристы помнишь дождевик есть я че туплю сейчас буду одевать дождевик просто смотрите я еще гриба и поэтому них там реально какая-то а палатка под навесом вообще круто вот наверно тоже на все лето льда люди приезжают аж песком укреплению офигенно ковры там шикарно вообще а вот на ночью а посмотрите горы какие тут видите тоже место под палаткой он там наверху на место под палаткой как балконом где она да и вон тоже наверху палатки покупал этот вот этот который на мне еще восемнадцатом году ни разу не делал после того как мы с ильей очень сильный ливень попали с техникой и я такой в питер приехал бы мы так нужно мне дождевик и он у меня все время даже в рюкзаке лежит но я никогда про него не вспоминаю первый раз помню смотри как все серьезно аж панелями а у людей там реально ребята был усилитель сигнала то есть у них тут и вай фай и интернет все есть на палатке он панели охренеть тут он ребята печка но это говорит печка кресло откуда тут вообще все но тема говорит что здесь какой-то отшельник жил и от него типа тут дофига вся всякого такого было ну что даже аксенов обиделся в свое время ну какие виды все но в типа сказал что вот из-за таких как он до весь бой берег засирается да ну им лишь бы повод и из-за гольф клуба ничего не усырается вот тут ребят мы сейчас по морю выпадем мы дошли до того места ну в принципе вот она вся эта огромная бухта коктебелевская не знаю так она называется линия отсюда все видно полной краси это чё хамелеон уже так далеко может только что возле него были да офигеть глаза боятся ноги делают вот от хамелеона только что вот это все прошли капец блин значит нереально ребят в этот реально нереально но надо увидеть ну сюда конечно ну допустим маму вы сюда я уже не повел а не ну это что там не про не просто но так я думаю ну тоже так сказать до 50 свободно иногда и после 50 такие после 60 такие спортивные еще еще нам на нас позади оставят обгонит вот лезь вот сюда лучше отключили ну что вот оно то место я думаю про которые тем говорил да что полюбасом в рот придется пиратские корабли а вообще артем горжет надо мной это вообще не пиратские корабли а алые паруса отыграть нихрена не романтик это вы какалы паруса задумал но они выглядят как пиратские холодные ну чё ребят я тоже пошел что мы сейчас только шли она казалось уже горячая да но значит на сейчас немножко пойдем и снова будет теплая так но дно тут сразу скажу очень нормально нету этих есть конечно эти они есть эти скользкие водоросли но нормально на тут он какие свои я думаю что здесь когда а когда-то наверно тоже тропинка была до курские камни эти которые я не очень люблю есть здесь у меня это по это плащовка по воде прям тащится мой только бы не упасть с фотоаппаратом с этим дорогим в рюкзаке да это это один из да артем же осторожно но в глубина здесь по колено примерно плюс-минус заканчивается этот брод я смотрю уже по камням бодро бегаешь так вот это наверно острый нет не острый ну чё а сколько таких бродов всего лишь еще два или три маленькие такие створки от устриц ой устриц видеть черная порода я честно говоря даже и не знал что есть такая тропинка ну наверно наверняка кто-то ходил из блогеров но просто я наверное того блогера не смотрю кто тут ходил не смотрел принципе я уже давно не смотрю никого крымских потому что чё смотреть если бы я сам все это снимаю времени нету на это когда я жил в питере я кроме крымских блогеров с удовольствием смотрел в общем ребята смотрите вот он нос этого мыса тема говорит иди сюда я говорю так мне нужен этот как короче свежие эмоции чтоб я снимал на камеру это орджоникидзе да вот тут какие скалы ну-ка капец как красиво основание самого мыса только вставаете здесь фотка и ты меня потом вот здесь точно надо сфоткаться прикинь это же самый нос мыса что там а на 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 не сидят иди все будете рапорта кстати живую до цена по но все ребят с этого волшебного на 100 двигаемся мы дальше обогнули по морю мыс капец я первый раз такое сделал не на корабле вброд класс интересно идет группа не будут развиваться тоже чтоб вы понимали вон вдали вдали это хамелеон мы только что там возле него был вот это вот мы все прошли это мы все прошли это мы все прошли это мыс ребята а это вот острие мыса и все мы за мысом и уже вон она орджоникидзе прикиньте у вас здравствуйте первый раз мы сгибаете и я поздравляю вас спасибо покажь он там нет это уже все скину эти рапаны всех мидий наших поели блин в свое время когда их сюда завезли в общем была у меня небольшая авара я чуть-чуть я подскользнулся но все хорошо только коленка немножко расшивалась краба блин как ты их берешь они кусаются открою на подними там на них пишет немножко нам осталось брода смотрите какая тут порода под ногами и тема говорит что тоже все скользко надо супер аккуратно и не прыгать вот это я скаканул на этот большой камень там вот примерно на такое скаканул да и зачем я вообще это делать сделал я же понимаю понимаю что с камня толпанешься скорее всего вот на меганоме тоже ни разу не был надо туда тоже идти не ехать именно идти смотрите ребята какая стена офигеть вот так вот так вот раньше в квартирах делали вот так вот стены под камень самое над вот самый художник да самый декоратор природа прикольно да вот здесь бы сфоткаться конечно бы ну ладно не в этот раз и ребята вот сейчас девушка вон парень идет я хотим и говорю я вот не понимаю девушка шла в кроссовках она как шла так и зашла реально они идут в кроссовках в кроссовках же по воде и потом в кроссовках же посуши ну блин потом то не натереть наверно могут парень говорит тоже упал думаешь когда лава была и что-то текло по лаве блин как интересно да вся эта спелеологии или как они спела в леологии это пещеры а это наверное что-то другое но просто мне кажется спелеология слова вот вот к этому больше спелеологии а ну наверное геология земли это реально что-то протекало похоже парень сейчас увидел что мы босиком идем и приходил горит как вы босиком невозможно же по камням по таким босиком идти возможно кроссовочки то вот они ну вот это скала вот который который маленький мыси к нам обойти сейчас что он говорит там вообще прям скользко все я сейчас но скорее всего там камеру уберу хотя не хотелось бы вот эти вот вершины сопки а а ты откуда это артем узнал как кто рассказал ибо пушкин когда здесь проплывал смотрел на эти сопки и в чешуя как жар горят 33 богатыря придумал вполне возможно где то что он этим вдохновлялся тем более он к 1 конечно не любил крыму как ссылка для него это было им же питер нужен был и ничего иначе прошли мы эти броды и скользкий там реально все скользкая вот тут мягко ребята идешь к эти водоросля прям как папа поэтому по вате красота прям кайф вот здесь вот где то мы сейчас и зачаевничаем о том как мы будем пить чай это ребят все на влоговом канале ссылка на влоговый канал в описании это уже скорее всего даже было поэтому подписывайтесь на мой второй влоговый канал и также в описании инфа по поводу фотографа я фотограф по ялте по крыму в общем то по всему потому что я говорю севастополь не вопрос как-то бель не вопрос я долься не вопрос я приеду и сделаем вам супер крутую фотосессию окно вот где то здесь мы и будем чай пить даже растительность такая прикольная под ногами а кстати этот парень который нам встретился на квадрике это он летал вот смотрите какие пейзажи капец это просто марс тема короче нашел этот мыс который мы сейчас проходили говорит просто мыс 5 называется а 2 3 это в ту сторону а этот доброй надежды да хочу не 4 вот его как раз померло видимо второе название но походу мы мыс 5 проходили да получается вот это мыс 5 и Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 ну наверное если мы во втором месте это видим стопудов значит так оно и есть так ребят я повторю что мы идем по 5 по нудит слушать им сколько у нас сегодня нудитских пляжей штук 5 уже их прошли до как ты бели 5 точно 5 в общем резюмируя сегодняшний поход короче ну прям это было экстремально в том смысле что если в рюкзаке дорогая техника это экстремально для меня это экстремально то что на каждом на любом камне можно поскользнуться и шибануться принципе если бы не было в рюкзаке столько техники это было бы приключение а так как-то много техники дорогой то это экстремальный поход все равно там ни хрена не видно короче вот он ребята этот пляж вот они это горы и вот за этим пригорком уже походу роджиникидзе так ребят все мы прошли на диске пляж очередной и сейчас за этим поворотом я уже обулся артем обсыхает потому что у него спортивки сильно намокли были за этим поворотом еще не отжиникидзе ну его конечно видно смотрите ребят земля грязь и камни вот целая гора откуда это шло и вот это кстати ребята грязевое сейчас артем подсказал это мы встречи помните мы сидели считали ну смотрели как тот мыс находился который мы первый в брод переходили он был шестой или пятый не помню а это третий и в общем ребята тот который мы первые проходили он 5 был до который татьяне но он 4 это 3 надежды до а ну да вот 2 1 реально все сходится ну что ребят мы на очередном пляже возле первого мышца тут все равно народ в голове некоторые сидят но в основном уже все все-таки купальничка тут уже ребята не вброд тут уже прям красота здравствуй а я была здесь камнях купался скажи классно здесь да если на то что проходная типа да вот такая у нас ребята прогулка получилась из феодосии ой в принципе и феодосии мы тоже были из как-то беля сюда в арджинькидзе пишите как вам она этот маршрут очень шикарный я так рад что его прошел хотя он даже ребят ну как я про него слышал мне артем про него говорю я вообще даже не думал что я и он был у меня в планах но я не думал что мы в этот раз все это сделать мне просто повезло что артем тоже легкий на подъем также как и я по поводу фотографий по поводу фотографа вся информация в описании подписывайтесь на мой инстаграм на мой канал я с вами прощаюсь с вами был игнат я с артемом был пока